Приветствую вас. Ну, во-первых, нужно сказать, что априори, именно априори, мужчины выбирают любовниц, да, то есть, ну, вот вообще просто решают завести отношения с другой женщиной помимо своей жены. В определенной ситуации, в определенной ситуации, то есть, эта ситуация может быть как неудовлетворенность мужчиной, значит, семейными отношениями, семейным положением, вот, и так далее. Это может быть определенный кризис, тоже в отношениях может быть определенный кризис. Это могут быть некоторые трудности, это могут быть некоторые разногласия, это могут быть некоторые проблемы, это может быть, в общем-то, довольно много всего. Вот, но каждый раз это, каждый раз это изначально болезненная ситуация. И каждый раз для мужчины другая женщина, в данном случае вы, просто средство. Я понимаю, что вам, скорее всего, это будет неприятно, я отдаюсь ли в этом отсчет, прекрасно, но, а, ситуация от этого не меняется, да, вот, и, как бы, несмотря на то, что вам это неприятно, ну, я все же, все же, должен это сказать, вот, то есть, это вот такой момент, да, это такой аспект, это такая история, и вам, вот, очень важно, важно понять именно этот факт, вам важно понять именно этот факт, вам очень важно понять именно этот момент, вот, потому что он определяет суть. Да, может быть, может быть, может быть, потом, в будущем, в будущем, ну, выходят на какой-то вот другой уровень, да, это может быть, я этого ни в коем случае не отрицаю, но изначально, изначально это вот именно про это, это именно про средство, про средство реализации какой-то вот проблемы мужчины, а каких-то его трудностей, вот, и это совершенно не означает, что мужчина какой-то плохой, это просто значит, что, ну, вот, есть у человека какая-то проблематика, да, он пытается эту проблематику, как бы, решить, и все. Тут неплохо, не плохо, не хорошо, это просто данность, просто данность, вот, и вам эту данность, ну, наверное, лучше было бы принять. Вот, так что, мужчина, он, тот факт, что он сейчас перестал обращать на ваше внимание, несмотря на дикую страдку, говорят, что для него взаимодействие с вами стало, к сожалению, вот, просто невыгодно, вот, к сожалению, вот, опять же, я понимаю, что вам это, скорее всего, неприятно, но лучше, если вы будете иметь всю информацию. Вот, вот, другой вопрос, что вы в этой ситуации пытаетесь понять человека, да, пытаетесь понять мужчину, вместо того, чтобы попытаться понять себя, пытаться понять, почему ваши отношения в семье с мужем не обеспечивают вас, не обеспечивают вас полностью. Вот, и, соответственно, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это необходимо преследовать, вот, на мой взгляд, это необходимо изучить, вот, на мой взгляд, сейчас нужно проанализировать, если вы, конечно, заинтересованы в том, чтобы ситуация как-то исправилась, да, если вы хотите, чтобы ситуация поменялась как-то. Вот, если нет, да, если не хотите, то это, соответственно, немножко другая история. Пока что вы, к сожалению, предлагаете нам погадать, да, просто предлагаете нам погадать относительно того, почему мужчина повел себя именно так, не иначе, вот. Я не думаю, что это хорошая задача для психолога, я не думаю, это хороший, хороший запрос для работы. Вот, а работа вам нужна, потому что у вас явно есть проблемы в браке. Вот, соответственно, если вы хотите проблемы решить, вот, то в таком случае можно и нужно работать в... в... ну, вот, в этом направлении, да, то есть направлении исследования вашей семейной жизни на текущий момент. Вот, потому что без анализа, ну, вы не обретёте счастья, вы не обретёте гармонии, опять же, эээ, дикая страх, с которой у вас возникла смешина, это, эээ, следствие неудудесворённости в браке. Вот, то есть вы, там, либо не прислушиваетесь к, эээ, себе, да, то есть не прислушиваетесь к тому, что вы, что вам хочется, не прислушиваетесь к тому, что, эээ... всё вынуждаетесь, вот, ээ, либо, эээ, цель брака была, ну, другая какая-то, да, то есть не вот в том, эээ... что изначально было, как бы, как бы... вот, эээ, и опять же, ну, сами понимаете, что без анализа, да, без какой-то работы исследовательской, эээ... что тут ничего, эээ... абсолютно ничего, эээ... нельзя сказать, и... помочь вам, тем более, тоже, не получится. Вот, там ещё очень мало информации о вас и о том, эээ... ну, что для вас важно, да, о том, эээ... чего вы хотите, да, и так далее. Вот. Такая вот история, эээ... такой ответ я вам могу дать, эээ... сейчас. Эээ... я надеюсь, что вам это было, в общем и целом, полезно. Вот, больше внимания, эээ... старайтесь обращать всё же на именно ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Желание, вот, больше времени, больше энергии, больше сил тратить на то, чтобы исследовать себя и свою удовлетворенность, ну, или неудовлетворенность, соответственно, вот, а не пытаться понять другого человека, потому что это крайне неблагодарное занятие, крайне неблагодарное работа, вот, и на этом можно очень много сил потерять, на этом можно очень много энергии израсходовать, и так ничего и не получать, вот, так что первым делом анализ семейных отношений, вот, и формирование видения будущего, то есть как вы видите, ну, будущее взаимодействие со своим мужем, вот, работу обязательно с потребностной сферой, обязательно, обязательно с потребностной сферой, вот, то есть это, прям, необходимо, прям, с потребностной сферой поработать, вот, и, соответственно, вообще дальше, можно будет вам что-то рекомендовать, дальше можно будет вам заняться психотерапией, вот, если у вас есть какая-то потребность, вот, проанализировать, что вас не утраивает в отношении к мужем, вот, и уже решить, уже решить, что вы будете делать с этим, вот, что, ну, будете ли вы, например, гармонизировать отношения со своим мужем, например, или вы будете больше, ну, в большей степени уделять внимание новым, новым, новым мужчинам, не обязательно этому мужчине, который, которому у вас сейчас связь появилась, да, а просто вот вам нужно решить что делать, потому что без этого я боюсь, что вы не обретете счастья, не обретете гармонии, вот, и вам будет сложно, проблема ваша не решатся, вот, а поскольку проблемы объективные есть, да, вот, то игнорирование их приведет к тому, что вам будет становиться хуже, 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 хуже нарастает. Вот. Поэтому, с точки зрения психологии такой, может быть, вам ответ, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.